Новое столкновение палестинцев с израильской армией. Ночью подразделение спецназа проникло на территорию анклава, но было обнаружено. В завязавшемся бою погиб высокопоставленный офицер. Ответными ударами израильские ВВС уничтожили группу боевиков. Все это привело к новому витку эскалации. Рассказывает наш корреспондент в регионе Сергей Услендер. По одним данным, задачей спецназа было похищение руководителя боевого крыла Хамас. По другим, это была обычная разведывательная миссия, которая пошла не по плану. Командос были обнаружены и вынуждены вступить в бой. В завязавшейся перестрелке командир группы, подполковник, был убит. Еще один офицер получил ранение. Прикрывая отход отряда, ВВС нанесли удары и уничтожили семь боевиков. В ответ боевики немедленно обстреляли южные районы Израиля. Система «Железный купол» перехватила несколько ракет. На юге объявлено чрезвычайное положение. Вновь открыты бомбоубежища, отменены занятия в школах. Так и не ясно, зачем израильским военным понадобилось проводить наземную операцию, да еще силами спецназа генерального штаба. Эта информация пока держится в секрете. Во всяком случае, раньше они прекрасно обходились агентурными данными и сведениями воздушной разведки. Хрупкое перемирие, достигнутое усилиями египетских посредников, вновь нарушено. Премьер Нетаньяху прервал свой визит в Париж и срочно вернулся в Израиль. В Южном военном округе отменены отпуска и увольнительные. Ситуация кажется более чем серьезной, но эксперты призывают не торопиться с выводами. По их мнению, эскалация сейчас не нужна никому. Даже если мы дадим волю своему воображению и рассмотрим какую-то эскалацию, то не нужно быть каким-то профессионалом разведки. Армия понимает, что широкомасштабная израильская операция против Хамаса, которая не будет предусматривать уничтожение Хамаса, уставление израильского суверенитета над Газой, она не даст желаемых результатов в дальнейшем времени. Пока режим чрезвычайного положения сохраняется, отменено движение поездов на юге. И армия стягивает к сектору дополнительные воинские части. Хамас, в свою очередь, привел свои отряды в боевую готовность и эвакуировал руководство в безопасные места. Сергей Услендер, Хабар-24.